Ребята, всем привет! Сегодня у нас на канале Беспала Мьюзик особенный гость Давид Ваделян, более известен как Tokyo Nine, участник национального отбора Евровидения 2020 от Армении. Ну что же, Давид, здравствуйте! Привет-привет! Расскажите мне, первый мой вопрос, каково это быть участником? Что вы испытали и почему вы решили пойти на национальный отбор? Ну, то, что я испытал, это, конечно, волнение, потому что много лет я уже не пел, уже, можно сказать, пять или шесть лет уже я не пою. Пел только на студии и делал демки для артистов, и они все время говорили, ну, разные продюсеры и артисты говорили, почему ты не поешь, почему ты не начинаешь снова. Ну вот, однажды я был ночью в студии, на студии написал демку и просто решил, что нужно начать петь и уже, как бы, все задолбали, говорят, начинаешь, почему не начинаешь. Просто нашел силы в себе и решил начать заново, как бы, с чистого листа. Хорошо, а откуда пришла идея называть, взять псевдоним Tokyo? Что это означает? Слушай, я вообще очень люблю японскую культуру, как бы, и Tokyo, вот это имя мне звучит, классно звучит для меня. И еще я посмотрел сериал на Netflix, назывался Money Heist, ну, бумажный дом, кажется. И там есть была девушка Tokyo, в общем, я ее полюбил очень и решил, что моим именем не должно быть имя Tokyo. Потом взял цифру мою любимую, девять, и, в общем, Tokyo Nine. Слушайте, очень креативно, я бы сказал, в первую очередь. На самом деле информации в интернете не так уж много о вас. Я в Google нашел, Google мне выдал, что в возрасте 8 лет вы открыли свой талант на одном из локальных шоу каких-то, участия в фестивале. Что это было? Что вы исполняли? Вы вообще помните этот период, когда вы начали? Конечно, конечно, прекрасно помню. Я жил, ну, это был город Капан, находится 360 километров от Еревана. Это очень далеко для Армении, потому что у нас маленькая страна. И мы как бы пошли на локальный конкурс, там сказали, что ты будешь петь, там детские песни. А я в этот период влюбился в музыку Джорджа Бенсона. Не знаю, ты знаешь его? Да, знаю. В общем, он классный, я до сих пор его слышу. Мне сказали, вау, у тебя классную музыку слушаешь, давай. На кассетах мы слышали тогда. В общем, мне сказали, в общем, ты должен переехать в Ереван, потому что так продолжать тут оставаться, это как бы не перспективно. И вот я жил с мамой, вот она решила, что все, мы приезжаем в Ереван. И так началась моя дорога к этому всему. А мама поддерживает вас вообще в музыкальном направлении с детства? Как она относится к вашему творчеству? Ну, мама мой первый, можно сказать, человек, который все время поддерживала меня. И вот она тоже музыкант, у нее был хор, она была, ну, играла на фортепиано. И вот, не, она все время поддерживала, и до сих пор поддерживает. Это замечательно. Мне кажется, без поддержки близких значительно тяжелее, потому что, когда родные люди разделяют взгляды, это дает очень большой стимул в жизни. Смотрите, теперь немножко такой вопрос с перчинкой. Значит, вы набрали от зрителей 225 баллов. Соответственно, вы победитель по мнению зрителей. Но плюс есть еще мнение профессиональной жюри, в результате которого победила Атена. Как вы считаете, вы были изначально конкуренты с Атеной или нет? То есть, ваши, с одной стороны, стили совершенно разные в музыке. Их тяжело сравнить. У вас больше электропоп, у Атены больше R&B с хип-хопом, ближе что-то вот Бейонс, Риана, к этим паре нет. Но вот почему зрители выбрали вас, а профессиональные жюри посчитали Атену более актуальной, что ли? Ну, вот ваше субъективное ощущение. Вот почему так? Слушай, зрители, если это имеешь в виду в Армении, зрители выбрали не меня. Они выбрали Владимира Арзуманяна, если по голосам считать. А по месту я был на шестом месте. Ну, это для меня, как сказать, чтобы было правильно. Ну, я ни на кого не обижаюсь, конечно. Но для меня очень важны те отзывы, которые я получал не из страны СНГ. Понимаешь? Я всех люблю, всех уважаю. Но я считаю, что, ну, так получилось, что я делаю ту музыку, которую здесь не любят просто. Понимаешь? Это адекватно, это все нормально. Я не должен обижаться, как бы, и не могу обижаться ни на кого обижаться. Это все элементарно. Просто надо делать музыку для тех, для тех людей, которые любят твою музыку, и все. Как бы... Очень много было отзывов из Швеции, ну, Швеции, да, Sweden, на английском. И мне это очень обрадовало, потому что я очень люблю шведскую музыку, шведский поп и тамошних артистов обожаю. Ну, и американскую поп-культуру тоже. Можно сказать, создали же шведы, поэтому, в общем, получать от них столько фидбэков, это было просто классно. Это замечательно. Я с вами соглашусь полностью, у вас более западная музыка, особенно это чувствуется по припеву. И, в принципе, сам бит по себе, он именно заточен, мне кажется, на Европу и частично на Америку. А вот в связи с этим вы говорите, что такую музыку не слушают. Вы не думали о переезде в Европу или в Америку, попробуя свои силы там развиваться? Знаешь, я как бы и очень хочу переехать. Я даже всем говорю, вот если я вижу артиста, который он талантливый, я говорю, ты что тут делаешь, переезжай, срочно переезжай. А я самому себе сказать это как бы не решаюсь, потому что я все время, я же патриот по своей натуре и всегда я думаю, что вот нужно оставаться, нужно развивать, как бы тут нет, ну, нет, как бы сказать, платформ нету, чтобы развивать и помогать другим артистам. Я все время хотел вот это создать, я решал, что вот все, я пионер, я должен все это сделать, понимаешь? Ну, по большому счету, можно сказать, что это нереально, можно сказать, вот так, если нет больших ресурсов, там денег, нет поддержки, можно сказать, и правительства, да, этого сделать в таких странах, как наша, может быть и невозможно. Может быть, возможно, я должен еще пять лет стараться, но знаешь, годы проходят и хочется сделать музыку для тех людей, которые будут тебя, ну, любить, не знаю, там, принимать, вот. Конечно, я понимаю, потому что я сам музыкант и я начинал с того, что писал артистам музыку, а в какой-то момент подумал, блин, да сколько можно для кого-то делать, если хочется для себя попробовать. Да, да. И Украина, я на данный момент проживаю в Киеве, в Украине, здесь, а? А? Обожаю Киев. Вы были у нас? Да, да, я был, я с моим протажем, моим, ну, Вардан Маргарян, не знаю, знаешь, мы были на детской Добиев Рада Сил, два года подряд занимал второе место, в общем, мы решили приехать в Украину на голос, на детский, и я просто влюбился в Киев, я это честно говорю, не потому что ты из Киева, я даже, я во многих странах был, можно сказать, вот так, да, вот, я очень влюбился в Киев и в Вену, вот, если вот так приобщить. Глобально. В общем, вот так. Приезжайте в гости, мы всегда будем рады. Я хотел бы вот что спросить, в Украине огромное количество артистов, начинающих, у нас сейчас процветает украинский язык, а в большинстве случаев возьмут твою музыку на радио и на ТВ, если ты поешь на украинском, то есть в Армении это значительно раньше произошло, петь на родном языке, а не на русском, английском и еще как-то, но нам, вот для нас сейчас самая крутая площадка, как для начинающих артистов, чтобы достучаться и найти свою аудиторию, это YouTube и это в целом Google, Google реклама. Как Google реклама популярна, в принципе, в Армении? Возможно ли, будучи недостаточно, скажем, состоятельным человеком, вот с обычной семьи, ты зарабатываешь на работе обычные деньги, но при этом ты пишешь музыку, записываешь на последние там средства треки на студии и начинаешь по немножко вкладывать в рекламу. Насколько это эффективно в Армении? Знаешь, это эффективно, если ты делаешь музыку, которая любит большинство, у тебя нет проблем, я знаю артистов, когда они начинали, они как бы спрашивали, как можно сделать, что можно сделать, ну, они делали ту музыку, которую я не делал, ну, можно сказать, армянскую коммерческую музыку и они вкладывали в месяц там, скажем, ну, там тысячу долларов, скажем, на Google и Facebook, и у них, они преуспели, у них есть аудитория, у них есть концерты, можно, это реально, в Армении это реально. А вы используете этот метод продвижения музыки? Знаешь, я очень много читаю про музыкальный бизнес, вот, типа, вот такие книги, там, это здорово. Но я адекватный человек, себя считаю адекватным человеком, и когда я вижу то, что, смотрите, люди любят вот определенную музыку, я бы не стал делать и другую музыку, как бы и ресурсы на это тратить, понимаешь? Потому что это возможно, но на это уйдет годы и уйма денег, а этого у меня пока что нет. Окей, ну, я так понимаю, вы более известны в музыкальных кругах, как музыкальный, как саунд-продюсер, как автор музыки, и вы имели прямое отношение к написанию композиции Walking Out Сырбук. В прошлом году она представляла Армению на Евровидении. Хочу сказать со своей стороны, я как раз в тот период времени открыл блог, блог свой на YouTube, и для меня эта композиция была, на самом деле, открытием. Я не знал, кто автор, мне очень понравилось то, что было соблюдено и современной тенденцией, но в то же время Сырбук сохранила свою аутентичность, то есть она не повторялась, она не была кем-то, она была собой. Но, тем не менее, в прошлом году не сложилось, да, Сырбук проиграла. С чем это связано? Вот на твое мнение, потому что, по моим ощущениям, проблема была в шоу. Был слабенький виджейнг, и она очень терялась на сцене, потому что сформировалась красно-черная яма по цветовой гамме, и Сырбук не было заметно. Хотя песня, допустим, песня, она настолько выигрышна, огромное количество комментариев было позитивных от огромного количества зрителей. Вот как думаешь, что не получилось? Никто виноват, а вот что помешало? В первую очередь, я думаю, что сыграла роль, конечно же, не то, что песня была, ну, как бы, можно сказать, не формат. Ну, это слишком анально звучит, но, может быть, и вот это тоже сыграло свою роль. Конечно, были минусы в стейджинге, конечно, я думаю, что это мое мнение субъективное, можно было сделать по-другому. Ты важную вещь сказал, что она не потеряла свое, как бы, свое я, да. После конкурса мы говорили, и она сказала, что, знаешь, я бы смогла бы петь другую песню, более такую, типа, по формату, по соблюдению, там, коммерческих каких-то принципов, но я бы потеряла себя. Но это было важно соблюсти, чтобы мы соблю... ну, в общем-то. И, как бы, она после этого ни о чем не сожалела. А ты написала им музыку и слова, да? Нет, я написал линию мелодий, и слова написал Гарик Папуян, он был еще и автором, кажется, для Aram MP3, который занял четвертый. В общем, а аранжировку сделали и музыку, так, ну, background music, они написали Lost Capital, они тоже классные ребята из Армении тоже, но работают в основном с этими, с голландскими продюсерами, там, лейблами. А как поступило предложение поработать в Сырбук? И вот ваша первая встреча, какие у тебя были впечатления от этого человека? Ну, я Сырбук знаю уже лет семь, наверное. А-а-а! Знаешь, у нас маленькая страна, у нас всех, все друг друга знают, как бы. И, как бы, я когда узнал, я очень радовался, что это она. Ну, когда встретились, я поговорил с ней, понял, что она хочет. В общем, и когда ребята приехали из Lost Capital, они сказали, в общем, вот, аранжировка, вот этот mood, мы должны написать мелодичную линию. И вот я начал работать. Ага, я понял. У меня будет пару таких профессиональных вопросов на тему музыки. Сейчас началось новое десятилетие, да, новая декада в музыкальном направлении. Как ты думаешь, в принципе, влияние лейблов? Есть ли смысл артисту на сегодняшний день быть подопечным лейбла? Потому что, как показывает практика, если у тебя достаточно мозгов, да, достаточно эрудиции, ты можешь сформировать сам свою команду, сам понимать, в каком направлении векторе развиваться. И в Армении, насколько популярны лейблы и охотятся ли лейблы за артистами? С учетом того, что страна действительно маленькая и конкуренция, соответственно, от этого возрастает. Смотри, насчет лейблов. В Армении таких как-то каких таковых лейблов, ну, можно сказать, нету. Есть какие-то индия лейблы, которые продюсируют там групп, которые играют там в группах, да, вот, но лейбла такого большого в понятии нету. Я начинал два раза лейбл, но, знаешь, было трудно, потому что нет инвестиций, нет перспективы, как бы, как таковой. Но сейчас тоже начинаю, называется Ghost Guy Records, и я считаю, что уже в этом новом десятилетии уже лейблы как-то каких таковых, они не нужны, если, конечно, они не вкладывают деньги. Если они будут вкладывать, я знаю артистов, которые подписались на лейбл, и они, лейблы говорят, в общем, мы подписываем ваш трек, вас, но мы ничего не будем там делать, ну, там, денег, не будем ставить денег на вас, да. Вот это самое главное. Если они будут вкладывать деньги, это классно, конечно. Ну, там можно еще и рассчитать, сколько процентов они потом заберут, потому что я знаю лейблы, которые сейчас начинают работу, которые забирают, там, 10 процентов отдают артисту, а остальное берут себе. Ну, я не считаю, что это правильно, конечно. Я тебе больше скажу, когда я еще был студентом, начал писать свой материал музыкальный на английском языке, и по своей глупости, не читая контракт, заключил договор с лейблом в качестве дистрибьютора музыки. И вот я завершил альбом, там было 10 композиций, и отдал на размещение. Трек разместили, но как-то таким странным образом, понятно, что они вот промоушена не занимались, денег в меня не вкладывали, но и тоже такой момент интересный, за год мне ни копейки не скинули. И вот спустя год совершенно случайным образом мне звонит подруга, она живет в Германии, в Мюнхене, включает громкую связь и говорит, слушай. Я говорю, что такое? И я понимаю, что у них по радио играет моя песня. Собственно говоря, я вляпался в такую историю, когда дистрибьюция треков ушла на Европу без моего ведома, без моего разрешения, я вообще ничего не знал, и на мне заработали большие деньги. И вот мы с помощью суда разбирались полтора года, потому что по контракту я потерял не только права на композиции, как автор музыки, слов, правообладатель, но у меня еще и забрали мой псевдоним творческий. То есть у меня в принципе прав не было никаких. А еще, знаешь, такая самая интересная штука была? Я с контрактом ознакомливался, но в день подписания мне подсунули чуть-чуть другой, и последние две страницы несколько отличались от того варианта, который был. Поэтому после этого я крайне осторожен. Да, это очень поздно. И считаю, что надо во всем быть осведомленным, и если не разбираешься, не пожалеть денег, обратиться к юристу и изучить ситуацию, потому что сейчас артисты очень часто попадают в такие проблемы, к сожалению, истории. И вот ты говоришь, что запускаешь свой лейбл, а какую музыку ты будешь подписывать? Более коммерческую армянскую или же современную электропоп, тот же на английском языке, как ты делаешь? Вот какие ты выставил для себя реферы? Что бы ты хотел видеть на своем лейбле? Смотри, я, конечно, армянскую коммерческую музыку делать не буду. Я хочу создать новый армянский поп, можно сказать. Поп, который мы слышим в Америке. Там Джорджа Смит, Махалия, Киана Лид, не знаю, там очень много талантливых артистов. Джорджа Смит. У нас вот артистка есть, мы уже сделали песню, и она может быть вот будет армянской Джорджа Смит. Вот она так же двигается, так же поет классно. И девушка, девочка есть у меня, ей 14, она поет как, ну, лучше, чем Розалия, понимаешь? Ничего себе! Она поет, а я говорю, ты че, ты реальная вообще? У нее горло, как у Рианы, понимаешь? Ой, класс! Класс! Ребята тут есть, знаешь, просто обидно, что вот нужны ресурсы, это обязательно. Потому что я могу там зарабатывать деньги, скажем, вкладывать в себя, в ребят, ну, понимаешь, это же невозможно же бесконечно вот все сделать. Конечно. Творчество требует огромных ресурсов. А как артист, ты будешь развивать свою карьеру? То есть, что тебе ближе? Писать, продюсировать, создавать аранжировки, да, и кайфовать от полученного результата? Или же ты хочешь быть на сцене, чувствовать внимание зрителя? Потому что, я так понимаю, практически это был твой дебют на национальном отборе в этом году. Вот что тебе по кайфу больше на сегодняшний день? Ну, то, что я буду делать музыку, это обязательно для себя. Потому что я, знаешь, когда долгое время ты не делаешь музыку, у тебя планка возвышается, и потом ты думаешь, что, блин, я больше не смогу ничего сделать, потому что у меня планка уже тут, и я считаю, ну, уже считаешь себя бездарным, как бы, понимаешь? А потом, когда я вот уже в практике, я уже понимаю, что, ну, нет, можно создавать музыку, и люди будут любить это, понимаешь? Для меня это было открытием. Столько фидбэков от тебя я получил, понимаешь? Вот, когда я это послушал, и мне, как бы, вдохновило все это, можно сказать. Потому что я очень много времени не получал никаких фидбэков, понимаешь? Я делал, ну, там, коммерческие треки делал, не знаю, там, для артистов, или записывал для других артистов песни, там, продюсировал ребят. Вот, ну, все это меня очень вдохновило, я очень хочу делать музыку для себя, но, конечно, я буду стараться помогать тем ребятам, которые, ну, вот, у них безвыходная ситуация в Армении, как бы, они делают музыку, и хотят как-то себя выразить, но не могут, вот. А скажи, да, да, скажи, пожалуйста, вот, как автор автору, у меня была такая ситуация, значит, как, наверное, у любого композитора, у меня есть треки, которые я обожаю, которыми я отношусь более прохладно, и есть треки, которые я написал, вообще не думая, что они будут интересны, но они там зашли. И вот один из моих таких очень лирических треков, я продал его в Казахстан, очень известная певица, и она хотела снимать клип, они вели приговоры, приехать в Киев, сделать лип-синглом для альбома, и что-то там перегадалось, не знаю что, но трек вышел, но никакой раскрутки не было, никакого промоушена, клип не сняли, и просто песня пропала. И мне, например, как автору обидно, потому что я понимаю, композиция очень крутая, не потому что я ее написал, я реально объективно оценил и думаю, блин, ну это же крутая вещь. А она выпускает там спустя какое-то время, это исполнительный другой трек, который не зашел аудитории совершенно, и он провалился на фоне предыдущих успешных синглов. Бывают ли у тебя такие, я не знаю, душевные переживания, знаешь, как задействие свое, были схожие ситуации или нет? Или ты не отслеживаешь, вот, например, смотри, ты продал трек, и все, или ты отслеживаешь его судьбу? Ну, у нас на студии еще есть, была такая услуга, которая, ну, по промоушену, мы всегда спрашивали артистов, а что ты будешь делать с треком? Может, мы тебе поможем? Ну, искренне поможем, потому что если ты просто не понимаешь в этом, не смыслишь, это обидно, потому что твой трек просто пропадет. Вот, а был трек один, я делал для одной девочки, она сейчас живет в Л.А., в общем, и такой фанковый трек был в стиле Фанка Уильямса, и вот они даже не выпустили этот трек, мне вот было обидно, потому что трек был хорошим, но знаешь, есть какой-то уровень, когда ты достигаешь вот этого, да, ты уже можешь, как автор, в контракте написать, я должен узнать, там, не знаю, условия промоушена, что вы будете с этим делать, ну, как, ну, это другой уровень вообще, конечно, они, не всякий там, артист может, вот, сказать, вот это я, вот это буду делать, это буду делать. В основном они говорят, вот, покупаю трек и все, пока. Я считаю, что автор должен уважать себя и, как бы, спрашивать и интересоваться, что будет потом. А скажи, вот такой еще момент интересный, я, когда продал первую песню, для меня это такая радость была безумная, я там держал в руках эти первые две тысячи долларов, я тебе, честно говорю, радовался, как ребенок. Это эмоции, с которыми, ну, я не знаю, не сравнилось пока еще ничего. Я долгое время не понимал, какой ставить прайс, потому что можно продавать с мультитреками, да, с дорожками, то есть полностью под ключ трек делать. Можно просто продать саму демку и артист уже дальше будет возиться, что с ней делать. Как у вас работает этот рынок? Вот, например, я хочу продавать песню на Армению, например. Вот сколько для начинающего артиста стоит выставлять прайс за свою композицию и насколько рынок богат в этом плане, то есть много ли артистов покупают песни? Потому что Россия, например, по своему опыту скажу, широкий рынок, огромнейший, платят от тысячи долларов, как лобода, то есть они берут чисто демку, чаще всего они не покупают мультитреки, просто сырую демку и максимум тысячу долларов. И потом дорабатывают. И можно купить, продать точнее за 10 тысяч долларов, потому что Филипп Киркоров покупает за 8, 10, 12 и выше. То есть ему не жалко, скажем так, и он может себе это позволить. Вот какова ситуация быть автором в Армении? Можно ли прожить на эти деньги и насколько это убыточно или же прибыльно? Ну прожить точно возможно, потому что это у нас невысокие цены. Но в плане этого можно сказать, что если взять вот сырую демку, там слова и музыку, ну цены от тысячи долларов тоже, до можно и до 2000-2500. Но вот всю песню, если сделать у хорошего композитора и саунд-продюсера, ну составит там с 4 до 5000 долларов. Ну вот в Украине сейчас тоже такой пример на прайсе. Я так понимаю, у нас вообще в постсоветском пространстве во всех странах плюс-минус схожие условия. Потому что Украина, например, она больше, чем Армения. Но рынок маленький. То есть, ну хорошо, повыступаешь ты там в Киеве, в Одессе, еще где-то. Но на этом все, спрос заканчивается. И для этого надо либо в Россию идти, где есть уже политические вопросы, и это добивает наших артистов, к сожалению. Либо же искать какие-то альтернативы. Вот еще такой момент важный. Ты заметил, что Казахстан начал задавать тренды в последний год в музыкальном мире. Неожиданно казахи начали выстреливать. Очень много казахов талантливых. Почему-то картина поменялась кардинально. Раньше говорили об Украине, что Украина задает тренды. Сейчас как-то Украина чуть-чуть отошла в сторону, хотя они продолжают делать крутой материал. Почему Казахстан, а не Армения? Вот что нужно сделать Армении, вот ты как продюсер считаешь? Слушай, смотри, я не был в Казахстане, я не знаю их менталитет, конечно. Знаю, что они очень талантливые, как и украинцы тоже. Я думаю, что может быть вопрос в менталитете нашей стране. Я не знаю, а как ты считаешь, почему? Я отслеживаю армянскую музыку последний год, и мне кажется, слишком смещены акценты на этническую музыку. Вот армянские лады. Если же уйти чуть-чуть больше в коммерцию, вот в ту музыку, которую делаешь ты, я уверен, что армянские артисты смогут быть популярны и в Европе. Потому что голоса, вокалисты, потенциал огромный, позволяют. Но аранжировки порой, знаешь, меня просят подписчики часто снимать реакции на очень многих артистов. И порой настолько бывает все плохо, откровенно говоря, что я не знаю, как снимать и что комментировать. Но людям нравится, потому что там есть и лады. Вот лады, которые любят в Армении. Я думаю, что это основная проблема. Нужно не зацикливаться, экспериментировать со стилями и все-таки брать за рефер американскую музыку. Потому что она задает тренды на рынке уже десятилетия. И на закуску такой вопрос по поводу Евровидения. Что важнее? Быть индивидуальным, ну вот как Джамала, допустим, в 16-м году. Это же песня, которая не входит ни в какие тренды современные течения. Это Базри, которая победила. Или же все-таки сделать форматную песню. Что важнее? Вот на сегодняшний день для Евровидения. Как ты думаешь? Смотри, я тебе отвечу и как артист, и как продюсер. Если я буду делать проект для своих артистов, я обязательно сделаю в формате. Потому что я не хочу, как бы, как сказать, чтобы идти на риск, можно сказать. Потому что я хочу им быть поддержкой для них. А для себя я сделаю, и пойду на этот риск, и могу, как бы, решусь быть индивидуальным и делать другую музыку. Я понял. Супер, слушай, на самом деле было очень интересно пообщаться, потому что наблюдать за артистом сквозь клипы, слушать музыку, это одно, а пообщаться, это совершенно другое. И скажу честно, не потому что ты согласился на интервью. Я считаю, что у тебя есть огромный потенциал, и нужно развивать, нужно пробовать, нужно делать. Песня реально потрясающая. Ну, это были мои эмоции, ты видел во влоге, это было абсолютно искренне. Я хочу, чтобы как можно больше людей восхищались твоим творчеством. Развивайся, не слушай никого. Делай на Америку, делай на Европу, ставь на промо-акции трек, не знаю, в YouTube рекламу. Обязательно получится. Я верю, буду отслеживать твое творчество, даже после Деппи и Евротесиал. Неважно, хочу наблюдать, хочу смотреть и хочу видеть крутого артиста именно тебя в топах. Спасибо тебе огромное, что ты уделил время. Спасибо нашим зрителям, которые оставались с нами. И до встречи, удачи тебе, еще раз огромное спасибо. Хорошего дня, пока-пока. Спасибо.